Итак, ребята, всем привет! Я запускаю самый сложный и долгожданный проект. И это будет Акваформикарий под названием Таинственный остров. В этой конструкции будут жить и муравьи, и рыбы, и креветки. Сегодня я покажу вам, как собирал этот проект и запускал его. Садитесь поудобнее и мы начинаем. Вначале хочу сказать, что у меня появился новый аккаунт в Яндекс.Дзен. Там будут появляться видео быстрее. Поэтому, кто хочет смотреть выпуски в числе первых, подписывайтесь. Ну и продолжают работать группа ВК и, конечно же, YouTube-канал. Давным-давно мне пришла в голову идея совместить два хобби, которые мне интересны. Это увлечение аквариумистикой и муравьями. Для реализации этой задумки я заказал вот такой аквариум. Размер его 60 на 40 и высота 30 сантиметров. Над аквариум повесил светильник Иста. Он подходит специально для выращивания растений. Далее я начал размышлять, как же лучше реализовать свой замысел. Мы с вами знаем, что муравьи живут под землей и на деревьях. Чтобы сделать хороший подземный формикарий в подобных условиях, необходимо использовать дополнительные конструкции, которые должны монтироваться где-то по центру аквариума и не позволять воде попадать внутрь нее, чтобы земля не намокала и муравьи могли спокойно строить там свои гнезда. Так как я хотел максимально использовать только натуральные материалы и не городить специальные конструкции, для меня подходил второй вариант, а именно установить в аквариум корягу, которая будет возвышаться над водой и в полостях которой смогут жить древесные муравьи. Я долго искал подходящую корягу, но так ничего не нашел. Поэтому решил сделать такую конструкцию из нескольких коряг. В качестве подводной части я приобрел вот такую рогозу. Она будет полностью погружена под воду и только небольшая часть пня будет возвышаться над водой. Ну а к ней я хочу приделать вот такую кривулину. По моей задумке она станет отличным домом для древесных муравьев. В идеале поселить сюда две семьи, каких-нибудь мелких темнотораксов и еще других древесных жителей, типа пробковых муравьев или кампов. Арена для них, конечно, небольшая и главное, чтобы муравьи не падали с веток прям в воду. А падать они будут именно в воду, ведь коряга нависает исключительно над контуром самой банки. Под водой и над водой будут расти растения, ведь это природный акваформикарий, а значит все должно быть живое и растущее. Итак, начинаем заниматься подводной частью. Чтобы немного поразнообразить, я решил сделать некую каменную стену. За этой стеной будет насыпан песочек. С другой же стороны будет основной хардскейп с корягами и камнями. Камни друг другу решил приклеить суперклеем с ваткой. Засовывал небольшие комочки ватки между камушками и капал туда суперклей. Конструкция получилась достаточно жесткой и крепкой. После высыхания клей не будет выделять в воду никаких вредных веществ, что не навредит нашим подводным жителям. Камни склеивал не только между собой, но и приклеивал их к стеклу. В итоге получилась вот такая разграничительная каменная стена. Для того, чтобы питательный субстрат особо не проваливался на песчаный пляж, я добавил геотекстиль к щелям между камнями. Надеюсь, это поможет удержать грунт. В качестве субстрата я буду использовать питательный грунт Амазония версия 2. Внутри него есть еще какие-то питательные цилиндрики, которые необходимо равномерно распределить на дно аквариума. Далее сверху высыпаю основной субстрат и равномерно распределяю его, начиная с минимального слоя от переднего стекла и постепенно увеличивая уровень к заднему стеклу. Как мне показалось, 9 килограмм пакета мне не хватило и я открыл второй 9-ти килограммовый пакет, из которого добавил субстрат. Небольшая часть грунта все-таки попала на пляж, пришлось их собирать и убирать. Получилось вот так. Субстрат, конечно, огонь и выглядит очень круто и создает уверенность в хорошем росте растений. Теперь дело за корягой. Наш младший научный сотрудник проверил надежность данной конструкции. А состоит она, как вы помните, из двух коряг. Они скреплены саморезом и стяжкой, которые будут не видны и находиться с задней стороны. В верхней коряге я насверлил множество ходов, в которых спокойно могут разместиться целые толпы муравьев. Диаметр на любой вкус и цвет, как говорится. Входы в такие гнезда я прикрыл различными мелкими щепками, чтобы муравьям было более комфортно и самые маленькие представители насекомых могли спрятаться от больших своих сородичей из других семей. В общем, можете мне поверить, что гнезд тут предостаточно. И вот данная конструкция установлена в акваформикарий. Как по мне, получилось шикарно. Теперь дело за камнями. Тут дело вкуса, что куда поставить, что где разместить. Процесс, можно сказать, творческий. И вот, что у меня получилось. В общем, я доволен результатом. Камни смотрятся лаконично и естественно. Некоторые придавливают саму корягу и не дают ей сплыть. Так как отдельно корягу я не замачивал и не варил. Решил попробовать без этих манипуляций. Время песка. Насыпаю его в определенное место и распределяю. Песок понравился не только мне. Конечный хардскейп мне зашел. А вам? Напишите в комментариях, как вам такое оформление подводной и надводной части акваформикария. Время сажать растения. Для этого нальем немного воды. Воду я купил дистиллированную, в которую добавил специальную соль для минерализации. В дальнейшем буду лить осмос и добавлять в него реминерализатор, который нужен для восстановления так называемой мертвой воды после осмоса. Рыбы и растения в такой воде не выживут, поэтому нужно ее восстановить и насытить необходимыми веществами. Вода получается мягкой и комфортной для рыб и растений. Начнем посадку со мха. Срезаем его с лавы и приклеиваем к различным частям коряги. Кстати, клей для таких целей я использую первый раз. Посмотрим, как он сможет закрепить мох на корягах. В крайнем случае буду приматывать мох по старинке, нитками. Тем временем водичка уже наполнилась и можно начинать посадку растений. В качестве почвопокровки я буду использовать Элеохарис мини. Красивая травка, которая должна заполнить вес передний план. Сажаю небольшие кустики на расстоянии 2-3 см друг от друга. А вот возле камней я посажу Элеохарис парвула. Он должен быть немного выше мини и камни будут утопать в этой траве. Мох не забывая периодически опрыскивать, чтобы он не высох. Ну, с мелкой травкой вроде бы все, закончили. Теперь буцифаландра Ред мини. Для нее я приготовил две ниши в корягах и надеюсь она там приживется. Далее альтернатера Ренейка мини. Ее я посажу сзади, возле камня. Думаю, она хоть немного вытянется и будет видна из-за коряги. Растение красного цвета, как по мне, в этой композиции будет хорошим дополнением. Теперь бликса японская и криптокорина венда зеленая. Криптокорину в угол, бликсу тоже по разным нычкам. Также на корягу через несколько дней я посадил анубиас. Получилось вот так. Самое время вылить в воду бактерий, которые ускорят запуск аквариума. В любом случае рыб раньше, чем через три недели запускать не советую. С таким грунтом уж точно. Он очень питательный и эту избыточную питательность в первое время надо убирать подменами воды. Теперь расскажу про оборудование. В качестве фильтра я буду использовать вот такой внешний агрегат. СО2 от компании Иста с удобным электрическим клапаном. Обзор на такую систему вы уже могли видеть у меня на канале. В качестве переливов лилипайп. Итого мой аквариум на 72 литра, из которого чистый объем составил 54 литра. Остальное пространство съели камни, коряги и грунт. Теперь три недели я буду подменивать воду следующим образом. Первую неделю каждый день по 50%, вторую через день по 50%, а третью два раза в неделю также по 50%. Далее раз в неделю по 20% осматической водой с добавлением реминерализующей соли. При этом ТДС у меня держится в районе 130. Освещение устанавливаю на 4 часа и каждый день прибавляю по 30 минут, пока световой день не будет 6 часов. Далее подожду, пока растения не начнут активно расти и доведу постепенно световой день до 10 часов. Думаю, буду прибавлять раз в неделю по 30 минут. Ну что, спустя несколько дней из коряги поперла органика и как следствие появился бактериальный налет. Теперь я точно пожалел, что не замачивал корягу заранее и не варил ее. Хотя страшного, конечно, ничего нет. Должно через 2-3 недели пройти само. Выглядит, конечно, не особо впечатляюще. Кроме того, вся эта фигня отрывалась и осаживалась на грунте, цепляясь за растения и периодически я брал пинцет, чтобы убрать большие скопления этих соплей. В последний момент я захотел еще поразнообразить и добавить в эту конструкцию туманогенератор. Но как бы я его ни крутил, не нашел подходящего для него места. Поэтому буду периодически его вешать и включать исключительно для съемок. Смотрится с туманом все загадочнее и интереснее. На верхние коряги я посадил три тилансии. Это пока все. В дальнейшем, может, подсажу еще что-нибудь и установлю несколько тарелочек для сиропа. Ну что, ребята, 3 недели прошло. Основная часть растений хорошо принялась. Остается нерешенный вопрос с бактериальными соплями, которые полностью не исчезли, хотя и их количество заметно сократилось. Дочищать будут креветки и рыбы. Водоросли, как ни странно, пока не поперли. Удается удерживать баланс. Хотя вода еще, не сказать, что супер кристально прозрачная, немножко мутноватая. Молочный цвет все-таки в ней присутствует. На этом первый выпуск про этот проект подошел к концу. Теперь таинственный остров ожидает заселения муравьями, рыбами и креветками. Но это уже другая история. Обязательно поставьте лайк этому видео и жмякните на колокольчик. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!